МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там могут находиться и какие-то коряги, и металл лежать. Это очень опасно. Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Если вы идете отдыхать на пляже с детьми, за ними нужно особо пристальное внимание. Ребенок даже возле берега может пострадать на воде. Спасатели предупреждают. Купаться в грозу, далеко заплывать на надувных матрасах, кататься на гидроциклах и катерах в местах массового купания людей крайне опасно. На крики о помощи необходимо обязательно реагировать. Если мы видим, что человек тонет, что нужно сделать прежде всего? Какие действия предпринять? Во-первых, у нас есть на вооружении конец Александрова, спасательный круг. То есть если мы видим, что человек тонет и ему нужна помощь, мы подходим к берегу, достаем конец Александрова. Это такая вот веревка? Да, это веревка и буйки. Буйки, чтобы веревка не утонула, чтобы утопающий мог за нее схватиться. Да, схватился или на себя накинул ее. И дальше мы его подтягиваем к берегу или к плавсредственникам. Главное закрепить и другой конец веревки и постараться добросить ее до потерпевшего. А вот правильно воспользоваться спасательным кругом оказывается не так-то просто. Если у нас есть возможность воспользоваться спасательным кругом, чтобы спасти человека, он достаточно тяжелый на самом деле, нужно взять его правой рукой с внутренней стороны, можно придерживать за веревку, размахнуться и запустить. Вытащив потерпевшего на берег, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Но и до ее приезда можно помочь человеку. Зачастую это спасает жизнь. Освободить рот от воды и ила, проверить дыхание и пульс, сделать искусственное дыхание. Если он находится без сознания, мы удаляем воду из легких и прочищаем ротовую полость и дыхательные пути. То есть как мы это делаем? Берем пострадавшу, кладем его животом, грудью на колено себе, чтобы у него голова была чуть-чуть. И то есть нажимаем на спину, легкие нажатия на спину. И выталкиваем тем самым. Вода, да, соответственно, вылится. Эти манипуляции помогут привести пострадавшего в сознание. Но лучше происшествий не допускать. Для этого нужно соблюдать простые правила поведения на воде. Если же беда случилась, вовремя вызвать спасательную службу по номеру 112. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.